Рабочие Каменск-Уральского завода Суал-Кремний-Урал жалуются на катастрофические условия труда и недоумевают, куда потрачены гигантские деньги, которые предназначались на техническое перевооружение их предприятия и, в частности, установку системы газоочистки. Кадры, которые нам прислали рабочие Кремниевого завода, с легкостью могли бы проиллюстрировать каторжный труд в царской России XIX века. Но нет, нас уверяют, что съемки были сделаны сейчас, то есть в XXI веке, на предприятии, входящем в холдинг «Русал», крупнейшего в мире производителя алюминия, принадлежащий Олегу Дерипаске. Правда, завод этот работает уже 77 лет, но в прошлом году здесь якобы впервые были установлены газоочистные сооружения. Предшествовало этому решение суда по иску Свердловской природоохранной прокуратуры, выявившие нарушения законодательства, нет, не о труде, а об охране атмосферного воздуха. Вот какой отчет прозвучал в декабре прошлого года на втором открытом форуме прокуратуры Свердловской области. Цитата. В рамках исполнения решения суда по иску прокурора предприятие профинансировало выполнение работ на сумму свыше 1 миллиарда 230 миллионов рублей. На объекте газоочистных сооружений, по сути, это отдельный цех, в июле 2017 года завершены монтажные работы. Проводится отладка работы узлов, механизмов, оборудования. Проведена оценка эффективности очистки выбросов. За время работы в тестовом режиме за три месяца уловлено более тысячи тонн неорганической пыли с содержанием кремния. Степень очистки оценена в 99,6%. Но сейчас уже можно сказать, что проделана значительная работа. Это один из примеров социальной ответственности крупных природопользователей. На сайте компании «Русал» можно найти информацию о том, что работы по монтажу газоочистных сооружений на предприятии «Суал Кремний Урал» начались еще аж в 2012 году и должны были закончиться в 2016. Видимо, подзатянулись. Ну, да лучше поздно, чем никогда. Однако рабочие предполагают, что и в 2017 газоочистка заработала только на бумаге. Вот что нам пишут из Каменско-Уральского. В 2017 эксплуатацию ввели газоочистку. Строили ее несколько лет. Дерипаска в эту газоочистку вкладывала миллиарды. Данное сооружение должно было очищать воздух в цехе по производству кремния. А что мы видим? В помещении, в котором производится кремний, при температуре 1800 градусов Цельсия не происходит никакой фильтрации воздуха. Рабочим невозможно дышать. Газоочистка за несколько миллиардов рублей не работает. И если она вообще или просто построили что-то непонятное, сказали всем, что это газоочистка. Директор Суал Кремний Урал господин Бендерский Василий Владимирович всячески пытается замять тему о том, что миллиарды осели где-то в кармане руководства завода. Что работники портят свое здоровье, работая без необходимых средств индивидуальной защиты для организма и дыхания. Их завод считает нужным не выдавать. Конец письма. Не имея представления о том, как должно выглядеть современное кремниевое производство, и не желая быть голословными, мы попросили руководство Кремний Урал прокомментировать эти кадры. И вот какой ответ дал нам официальный представитель Русала в Уральском федеральном округе Роман Лукичев. Цитата. Завод по производству кремния пущен в эксплуатацию в 1941 году во время Великой Отечественной войны. На тот момент вопросы экологичности производства были не в приоритете. После вхождения предприятия в компанию «Русал» был разработан проект по оснащению производства современным газоочистным оборудованием. Строительство газоочистки стоимостью в 1,3 млрд рублей завершено в прошлом году. В настоящее время осуществляется опытная эксплуатация оборудования, в процессе которого подбираются лучшие параметры работы, отрабатываются технологические процессы. Данная установка является уникальной и единственной в России, и даже в процессе опытной эксплуатации показала свою высокую эффективность. Ежемесячное накопление уловленной пыли составляет до 800 тонн, и эти параметры постоянно улучшаются. Ну и, конечно же, всем работникам в обязательном порядке выдаются личные средства индивидуальной защиты, работа без которых на предприятии запрещена. Обратите внимание, даже в опытном режиме установка газоочистки, по словам представителей Дерипаски, улавливает 800 тонн пыли в месяц, то есть 9600 тонн в год. И это при мощности всего завода 27 тысяч тонн кремния в год. Если уже сейчас фильтры улавливают пыль в объеме более трети от объема выпускаемым заводом продукции, при этом в цехе не продохнуть, сколько же здесь было пыли последние 70 лет до установки дорогущей и уникальной очистительной системы?